Главный врач Барышской районы больницы Александр Мурзаков принимает ключи от новой машины скорой помощи. Всё необходимое на месте. Сумки для медиков, удобные носилки, дефибрилляторы. Автомобиль полностью готов к эксплуатации. Прошёл техобслуживание, стоит на учёте в госавтоинспекции. Его получение не прихоть, а необходимость. Бригада медиков регулярно курсирует из дальних уголков района в областной центр. На базе Барышской больницы имеется сосудистые отделения, куда поступают пациенты из 10 районов нашей области. После обследования и лечения необходимых манипуляций мы нашим транспортом транспортируем пациентов в РСЦ, то есть в город Тульяновск. За два года Барышская районная больница пополнила свой автопарк на три новых кареты скорой помощи. Это задало вектор к улучшению медицинского обслуживания жителей. Изменения к лучшему отметили и в Кузоватовском районе. Сюда отправился уже четвёртый автомобиль. Он оснащён так, что спасти жизнь можно на ходу. Можно оказать качественную помощь. Это больным, например, с бронхолёгочной патологией, сердечно-сосудистой патологией. Мы можем сделать в этой машине всё. Здесь присутствуют и дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, аппараты КГ, кислородная поддержка. Машина большая, возможностей в ней много, что хорошо работать можно в полный рост. Можно подойти к больному с любой стороны. Ключи от новеньких машин глава региона вручает лично, тем самым исполняя поручения президента страны. Возможность обновить спецтранспорт в области открыл нацпроект здравоохранения. Я думаю, что эти автомобили, они послужат этому хорошему делу. Мы передаём их в надёжные руки. Я уверен, что те, кто садут за руль, будут внимательно относиться к технике. Проблемо её обслуживать. Это не последняя передача ключей в этом году. В какой именно район направить транспорт решают по состоянию действующих машин. Те, что уже вышли из строя, заменяют на новые модели. Так, в час икс пациент уверен – скорая приедет вовремя. До конца года ещё поступит 8 автомобилей для транспортировки пациентов и медицинских работников в сельских населённых пунктах. В будущем году мы также ожидаем поступления и автопарка скорой медицинской помощи в количестве не менее 12 автомобилей. И легкового автотранспорта как минимум 27 автомобилей должны прийти в область уже в первом-втором квартале. Легковые машины будут доставлять пациентов к врачу, а медиков – до места выезда. Также транспорт планируют использовать для перевозки биологических материалов для исследований.